Эти бури не природное явление, признайте это. Она права. Когда Endurance попал в бурю, я почуял что-то тёмное, что-то живое. Остров проклят. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить Tomb Raider. Это 20-я часть моего прохождения, где мы возвращаемся с Endurance, с нужными нам инструментами на лодку, где нас ждут остальные выжившие. Но, к сожалению, когда мы на Endurance пришли забирать инструменты, мы потеряли ещё одного нашего хорошего друга и члена экипажа... Члена нашего экипажа. Лара, конечно, сказала, что больше она не даст никому убить её знакомых. Или любимых, но посмотрим, как ей это удастся. И да, там мы нашли вот такую интересную вещь под названием Jumar, с помощью которой мы можем титаническими усилиями вырывать бетонные стены. Да, это очень круто. И с помощью неё сейчас мы как раз и возвращаемся назад к тому, как это, собственно, единственный способ вернуться назад. Да, кстати, эта вещь не просто так. Она ещё может вот так вот нас поднимать наверх. Это действительно очень классно и весело. Тихонечко, 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 не спешим, не спешим, не спешим. Отлично. Отлично. Так, давайте-ка разберёмся с этими. Помогите! А, промазал. Ух ты! Хорош! Неплохо прячешься, но... Но недостаточно хорошо. Отлично, соберём инструментики. Что у нас тут есть? Мало у нас запчастей, очень мало. Всё мы поизрасходовали на нашу чудесную винтовку, но она того стоит. Она действительно того стоит. А этот упал? Ах, жалко. Жалко, что он упал. И, да, успешно перепрыгиваем. А здесь где нам прыгать-то? Фух! С ума сойти. Ну ладно, ну даёшь. Как всегда, покатушки у тебя на уровне. Наконец-то возвращаемся, надеюсь, сейчас отплывём. Лара! Мы услышали взрыв и подумали... Аликс... Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Рейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Накормишь человека, спасёшь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернёмся в цивилизованный мир. И нам точно будет, что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это. По его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь всё безумие. Эти бури – неприродное явление. Признайте это. Она права. Когда Эндиуренс попал в бурю, я почуял. Что-то тёмное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утёсах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Да, Рейс не очень тепло к нам относится. И что-то мне подсказывает, что ей не сдобровать. Может погибнуть девчоночка. Так, а что это мы с ним можем поговорить? Ну-ка. Я здесь подежурю. Рейс возится с мотором, а остальные отдыхают. Хорошо. И я хочу отправиться... О, кабан. Ничего себе. Чё они рыбу жарили? Тут кабан бегает. Странно. Зажарили бы кабана. Всегда мечтал кабана зажарить. Хотя я и противник охоты и охотников. Но если оказываешься в таких условиях, можно уже и особо не беспокоиться. Тем более, когда дичи много, её никто не отстреливает, то это может даже идти на пользу. Хотя, ну, не кабана, да. Давайте посмотрим, что у нас в этой гробнице. Ну, конечно, мы знаем, что. Но посмотрим, какую головоломку нужно решить будет, чтобы добраться до этого сокровища. Которое мы, конечно же, не узнаем даже, что это за сокровище. Не очень-то хорошо с твоей стороны, Лара. Скрывать от нас, что ты там находишь. Классная штука. Это Джумар. Так нравится на нём летать, прямо взлетать по верёвкам. Действительно, ночь разноображивает геймплей. Намного веселее с ним. Теперь уже стало. Скоро, я чувствую, встретим здоровяков, с которыми придётся сражаться. Храм-служительниц. Тайная гробница. Так, ну, нам нечего, собственно, садиться к костру. Инструментов у нас всё равно нету. А это у нас что? Бакен переплыл туда. А зачем? А, его понесло течением. Теперь он передвинул... Что они тут делают? Передвинул эту... Чем занимается? А, вот что он сделал. Всё, понятно. И теперь он плывёт обратно, да? Теперь он повернёт здесь что-нибудь? Или нет? Здесь он не повернёт. Нет. Смотрите-ка, светильник в старом шлеме. Этим подводным... Этим подводным для ныряния. Всё дремучек-дремучек времён. Так, ну, всё вроде понятно. Давайте ещё раз крутанём эту штучку. Бакен делает интересную работу. Вот. Нам нужно подняться сюда. Потом подождать, пока он повернёт нам перекладину. Отлично. Теперь самим повернуть перекладину. Ну-ка, давай-давай-давай-давай. Поворачивай, поворачивай. Давай, есть. Вот так. Вот так. Быстро я сообразил, как тут пройти. Наверное, это склад продовольствия. Ну да. Многовато тут рыбы. И сокровищ. Ха-ха. Ух ты. Конечно, ух ты. Какую-то там монетку хватануло, и всё. И в кармашек. Ничего нам не показало. Открыто достижение силы разума. О-о-о-о! Мы собрали пистолет новый. Класс. Класс. Видите? Не так уж и мало дают нам эти гробницы. Целенький пистолетик сделали. Где-то у нас тут был костёр. Или снаружи был. В общем, где-то был. Лагерёк маленький. Там мы и посмотрим, какой у нас теперь пистолетик. Я уже думал, утопнет. Не дай бог. Давай, Лар, вылезай. А, вот здесь вот выходим. Понятно. Пистолетик-то. Похоже, уже это максимальное улучшение пистолета у нас сейчас будет. Сейчас, представляете, дезертыгл такой. Хопа! Ха-ха. Вот это будет круто. Будем голову отстреливать. На пропалую. Так, сейчас найдём где-нибудь лагерь. Ага. Ну да. Вот здесь у нас наш лагерь. Где мы рыбку кушали. Иона, кстати, странное имя. Зато добряк. Классный парень. Чтобы проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова. Но уж придётся постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвётся к дочери и сильно горюет по роту. Мы все горюем по роту. Пока я не пойму, зачем Матиусу понадобилась Сэмми. Но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами. И в полной безопасности. Да. А по Алексу никто не горюет? Отличный парень. Пожертвовал с собой, чтобы ты могла уйти. Да, и мы собрали... Но это не Магнум. Это Дезерт Игл. Именно то, о чём я и говорил. Отлично. Просто отлично. Супер. Так, удобная рукоятка уменьшает отдачу. Да не, не надо. Магазин легче вставляется. Уменьшает время перезарядки. И замена механических частей повышает урон. Вот это круто. Вот это действительно круто. И улучшение у нас. Увеличенный магазин. И ещё... Нифига себе, вот это обойма. С ума сойти. Огроменно. Да, это режим стрельбы. Ну, я хочу улучшить, конечно, дуло. Если это, конечно, возможно. Так, а винтовка у нас практически полностью улучшена. Да, давайте взять пистолет, посмотрим. Что у нас здесь? Да, действительно, это максимальное улучшение оружия. Осталось только модули добавить. А у винтовки 500 нужно запчастей, чтобы улучшить подствольник нам. И тогда винтовка у нас будет максимально улучшенная. Лук у нас ещё не самый классный. И дробовик, соответственно, тоже. Он у нас даже на второго уровня только. Всего лишь. Ну, собственно, всё. Можно отправляться дальше. У нас 80-10 дневников Лары. Отлично. И давайте дальше отправляться. Так, куда нам нужно? Угу, туда. Понятно. Пока поговорим с ним. Сэмми здорово досталось. Не позабочусь о ней. Она должна хорошенько выспаться. Ладно. Какой-то по мелочи тут у нас диалоги. Не особо важные. Поэтому будем двигаться к нашей цели. О, а перепрыгну я? Наверное. Опа! Живые. Так. Немножко инструментов нам не повредит. Особенно если учитывать, что там могут быть детали. Для дробовичка нашего. Который мы так ещё и не улучшили. Давай, жумаром сейчас вытянем эту дверь. Ух! Да. Классная штука. Только непонятно за счёт чего в нём находится, ну, энергия, как бы. С помощью которой он крутит, тянет. Там же вот какие-то два блока между собой. Ух ты! Ух ты! Тихо, тихо. Не так активно, пожалуйста, лифт. Я же не рассчитываю на такие. Падения. Ты что? Теперь ещё как-то наверх надо залезать. А, понятно. Начинаем карабкаться. И цепляемся. Отлично. И поползли, и поползли, и поползли. Какое-то там, не знаю, что-то должно приводить же в движение эти колёсики, которые крутят его. Но я не знаю даже, что там. Ничего электрического вроде там нету. Вроде она полностью механическая. Как она работает, я не знаю. Надо всё-таки погуглить. Я вот говорил в той серии, что надо погуглить, но так и не посмотрел. О, ещё у нас инструменты. Вот так. О, мы улучшили лук. Блин, ну что-то, смотрите, у нас одно улучшение за другим. И последняя деталь до улучшения дробовика у нас остаётся. И всё. У нас, по-моему, всё оружие будет максимально крутое. Так что, дорогие друзья, у нас концовка, видимо, не за горами. Так, куда нам нужно? Ага, понятно. Вот туда. Ну, давайте цепляться. Куда-нибудь положим сюда. И поехали на нашей классной машинке. Как она работает всё-таки? Очень интересно. Цепляемся. Ух, тут и упасть недолго. О! Да, опасно, очень опасно. Ну, думаю, в храме у нас будет самый конец. Ну, то есть, наверное, мы в храме что-то сделаем. А после этого как-то разберёмся с этим проклятием Пимика, наверное. Давайте почитаем книжку. Этот остров даст мне даже больше, чем я ожидал. Безусловно, все аборигены тут ненормальные. И ещё эти бедолаги с Endurance. Такое горе. Зато какой драматизм ситуации. Не только легендарный Яматай, а ещё и кораблекрушение, и совершенно новый культ. Материала хватит минимум на два фильма. А то и сериал. Боже правый, это открытие потрясёт весь мир. И я окажусь в центре внимания мировой общественности. Какое счастье! Я же всё поставил на эту экспедицию. Но сейчас нужно быть предельно осторожным. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дайте мне только добраться до этого Матиаса, и я объясню ему, что нам выгодно действовать совместно. Ведь сам же он не может верить в то, что проповедует этим людям. Они просто сломлены и растеряны. А я верну их к цивилизованной жизни. Да спонсоры в очередь выстроятся за таким эксклюзивом. Это грандиозный сюжет! А Уитмен вовсе не дурак. Совсем не дурак. Да. Интересно, встретился ли он на самом деле с Матиасом? Или просто болтает попусту? Не знаю. Вот так вот дневники везде разложены. Конечно, я понимаю, нам очень интересно это всё читать. Но на деле-то, ну никто же не будет оставлять тебе вот здесь вот книжки свои со своими записями. Ну, глупо же. Куда-то мы лезем, куда-то мы лезем. Так, какие у нас задачи-то? Сейчас посмотрим. Проникните на научную станцию. Давайте. Проникать на научную станцию. Какая-то лестница уж больно хлипкая, как бы не обломилась. Давай, 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 наверх, наверх, наверх. Ух, как тут всё обломиться может. Труба ещё задрожала, с ума сойти. Так, инстинкт выживания. Зачем нам он? Слушайте, а, нам их нужно подтягивать. Обалдеть. Давайте подтягивать. Жумарчиком нашим. Подъехала поближе. Мы допрыгнем до неё хотя бы? Надеюсь, что допрыгнем. Давай, Лара. Ух ты. Совсем без башни девка. Такие расстояния прыгать. Какие-то двигающиеся клетки. Шатающиеся. Ужас просто. С ума сойти. Допрыгнем? Должны допрыгнуть. Давай, Лара. Ух ты. Прямо, прямо. Фу. Фу-фу-фу. Упал он там? Не знаю. Не важно. Мы отсюда уже ушли. Фух. Да, упала. Упала прямо в бездну. Обалдеть. Так, а нам сюда-то и не надо вроде, да? Если не ошибаюсь. Вниз нам нужно, да? Лара. Давай, вниз. Вниз. И прыгаем на верёвку. Отлично. Да, скалолазание. Скалолазание у нас тут на полную. Прямо как в этом. I'm alive. Кстати, отличная игра. Так, ну что ты дёргаешься-то? Прыгаем. Что? Что ты дёргаешься? Смотрите. Апотека. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот, вот так. Вот, сейчас ещё начнёт обламываться. Вот как пить дать, а? Ну давай уже, обламывайся, труба. Не пугай меня. Нет, смотрите-ка, выдержала. Наверх. О, что это у нас здесь? Инструментики. Отлично. А, опять эти. Блин, уже увидели, а? Ну с ума сойти. Давай. Куда ты? Назад. Вот так. Вот это я понимаю. Не используй дробовик против меня, это моя прерогатива. Ну-ка, пробуем наш дезерт игл. И добивание. А как добивать, интересно, с пистолета? А, у нас же не выучено добивание с пистолета. Ну да. Что я хочу. Слушайте, ну здоровый какой, а? Ох, красавец. Красавец дезерт игл. Так, тут мы все собрали, да. Тут мы все собрали. Можно идти дальше, лезть дальше, вернее. Тут все время лазаем. Все-таки, конечно, надо было тут какую-то систему здоровья ввести. Потому что, ну, то, что у нее раны сами собой залечиваются, вообще не, никак не вписывается в общую картину. В общую картину выживания и вот этого. Ну, выживание, да. Чего же еще? Так, нам вниз, да? Да, нам вниз. Совсем не вписывается. Ну, видимо, у них то ли времени не было, то ли еще чего-то. Потому что, ну, это вроде очевидно, что здесь должна быть такая система. Ну, вот ее нету. Там травки собирали бы всякие разные. Как в Резиденте, кстати. Говоря. Там же есть эта фигня с травками и прочее. Между прочим, ну, конечно, это фишка серии. Могли бы они без нее обойтись, они бы уже давно бы обошлись и без нее. Но фишка серии Резидента без этого уже не может. То есть серия Резидента без этой фишки не может уже, к сожалению. Уже вечер, видите, немного заговариваюсь. Сейчас на нас это все вывалится. Нет, Ларри, пофигу. Она настолько крутая, что просто крошит эти камни в песок. Почему у всех орудий вот эти дула взорваны? Я понимаю, что это одинаковое орудие на всю игру. Одно тут стоит с разорванным дулом. Но все равно хочется задать этот вопрос. Исследуйте древнюю гробницу, погоня за ветром. И мы уже... А как нам вниз-то сползать, слушайте? А, вот же стена у нас здесь. Чуть было не упал. Потихоньку, полегонечку, вниз, 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 вниз. Подождите, нам нужно что? А, я знаю нам, что нужно. Вот что нам нужно. Вот что нам нужно. Фух. Зацепились. Так, а теперь что, в воду, что ли? Похоже, что да, нам нужно в воду. Вот эти листы бы неплохо было бы уничтожить. Но мы не можем стрелять, находясь на стене. А, нет, зато вот так можем. Отлично. Никто нас не услышал? О, тринечок. Тинечок, давай, Лара, давай, тринечок. Куда нам нужно? А, здесь просто инструменты, понятно. Инструменты всегда хорошо. Ооо, ну видите? Мы дробовик уже улучшили. Слушайте, нам просто, просто тоннами дают эти улучшения сейчас. Действительно, ведь не просто же так мы их находим. Не могли же мы в начале там игры их найти, правильно? Нет. Все дается со временем. Это такая иллюзия, конечно, создается того, что мы находим их случайно. Но все не случайно. Где же лагерь-то уже? Посмотреть бы, посмотреть бы на улучшение нового дробовичка. Как он будет выглядеть? Во что он превратится из помпового ружья? Так, а, подождите-ка. Я там видел кое-что интересное. Вот. Как нам туда пройти? Не знаю. Ладно, давайте дальше идти, посмотрим потом. По ходу дела. Наверное, там какая-нибудь дверца или что-нибудь еще будет. Так, куда нам здесь прыгнуть на ту... А, нет, просто слезаем. Спокойненько. Девчонку они ищут, а? Как не стыдно. Так, вон там у нас есть лагерь. А что это значит? Это значит, что скоро мы посмотрим, во что мы превратим лук и во что мы превратим дробовик. О, книжечка. Ну, почитаем. Никто нас не найдет. Мы нашли гробницу. И тут появились демоны, они. Сначала погас свет, потом раздались крики. Не знаю, кто кричал, мы или они, но этот жуткий звук до сих пор у меня в ушах. Они были в доспехах моих предков и рубили нас древними мечами. Выстрелы, крики, кровь. Мы ничего не могли сделать, ничего не понимали. А затем тишина. Они ушли. О, боже, неужели они ушли? Почему всех не убили? Теперь старший капитан Осака. Мы покидаем базу, но не остров. Нас перебрасывают к монастырю. Другого выхода нет. Мы должны идти за Они, все мы. Если нельзя завладеть силой звезды, ее надо уничтожить. Но я знаю, мы все погибнем. Силой звезды? И, кажется, тут таится какой-то очень-очень древний артефакт. Который нам неплохо бы, совсем неплохо бы найти и изучить. Привет. О, он ничего не слышал. Он ничего не слышит. Дальше своего носа не видишь. Ну и охраннички. Один и второй. Ой, он упал. Ну ладно, потом за ним пойдем. Но сначала, дорогие друзья, пойдем в лагерь. Посмотрим, во что мы превратили лук, во что мы превратили дробовик. Спортивный лук, модификация оружия, композитный лук. Спортивный лук, супер, 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 супер. Спортивный лук выполнено. Дробовик, модификация оружия, помповый дробовик, простой дробовик. И отлично Ну давайте посмотрим Наконец-то посмотрим Лук, максимальная модификация, супер Что мы можем улучшить? Разрывные стрелы, стрелы с разрывными наконечниками Взрываются при попадании в цель Супер, да Тут уж ничего не скажешь И напалмовый, соответственно Так, еще что-то Стабилизатор Стабилизирующие грузики повышают точность полета стрелы И увеличивают наносимый урон Да, ну и лук у нас просто супер Бронебойные При усиленном выстреле стрела пробивает броню И пронзает сразу несколько целей Вот на это я накоплю первым делом Посмотрите, какой красивый лук Просто супер Просто суперский лук Да, предыдущий мне нравился Но этот лук просто отличный И дробовик Какие у нас улучшения еще не сделаны Патронник увеличивает урон Но дробовик не особо изменился на самом деле Так просто получше стал Вверху рампы это добавилось Интересное И барабанный магазин ускоряет перезарядку И магазин увеличит до 12 патронов Супер Рыбовик у нас максимальный Лук у нас максимальный Максимальный Ну в смысле максимальные запчасти Больше их нет И найти мы их не можем Пистолет тоже Все То есть Теперь у нас максимальное оружие Максимально оно Собрано Но не улучшено Кстати говоря Вовсе не улучшено Ну что ж дорогие друзья После таких улучшений Наверное стоит немного передохнуть Поэтому встретимся в следующей части А на этом у меня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Вступайте в группу вконтакте И советуйте друзьям Всем спасибо И до следующей миссии